Портовая команда занятий в статусе Каждый найдет в облике печи Мангазея что-то свое Но я уверен, что создатель печи вдохновлялся в том числе и волнами Воплощая печь в металле Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на канале Фарнаксфим Сегодня отличный повод вспомнить о наших традициях Осенью мы принимаем гостей И сегодня наш гость Апочки, не ждали! Анатолий Жарпарком Б.У.Е. Бладную ставку едино Но сегодня не про баню, сегодня про отопление, правильно? Совершенно верно! В данный момент Анатолий является лицом компании ТМФ И сегодня мы устанавливаем печь ТМФ Да не простую, а... Мангазею! Познав совершенство этой печи, ты никогда не согласишься на компромисс с другими печами Мы это сегодня тебе докажем Хозяин Эллинга для яхты решил в своем женаубежище установить самую необычную печь, которая есть сейчас на отечественном рынке Чугунная печь Мангазея от компании ТМФ будет установлена на втором этаже Очень узкая лестница, было очень неудобно ее доставлять Но это самый уютный уголок в округе, я уверен, который вы сейчас увидите Все местные любители согреться теплом и горячительным этой зимой будут именно на втором этаже Монтаж печи начался несколько часов назад И уже сейчас уголок, в котором она будет установлена, готов Поэтому, друзья, предлагаю переместиться непосредственно на наш объект И воочию убедиться о том, что самая необычная печь от компании ТМФ будет смотреться абсолютно в любом интерьере вполне гармонично Подожди перемещаться, может мы возьмем удочки, половим немножко рыбки Потому что там есть варочная поверхность, это не только печь интерьерная Не только печь для того, чтобы было тепло, но еще, чтобы можно было приготовить пищу И не будем ловить рыбу Это слишком долго, но у нас... Закажем пиццу! Суши! Роллы! Но у нас есть чайничек, и мы обязательно сейчас согреемся горячим чаем Потому что погода в Новосибирске портится, завтра будет уже совсем не до купания Вперед, друзья! Вот он, настоящий мужской депутатский гараж Плейстейшн тут есть, шест для стриптиза, бар Все, что надо для настоящего отдыха Шашлычница, мангальница Но сейчас, как вы видите, все вынесено, потому что будет монтаж Действительно, этот гараж уже трудно назвать гаражом в прямом смысле слова Здесь есть все для отдыха, от суеты, от обычной городской жизни Видели, какой культурный человек? Вот это вот слово, он букву одну поменял, и вышло прямо культура Реально, от суеты Суета, сует, все суета, как говорится Ну что, а мы посуетимся и смонтируем печку Пошли смотреть Пошли Первым делом на объект доставляются все необходимые материалы для монтажа В том числе, естественно, героиня нашего ролика, печь Мангазея 107,5 килограммов живого веса Довольно тяжело ее было перемещать вдвоем Но ничего, парни справляются Кроме печи, привезли стеновые материалы, которыми будет закрыта стена позади печи Все термоизоляционные материалы и, конечно, комплект дымохода Дымоход УМК, основные трубы Но также будут использоваться часть модулей дымоходов производства Вулкан Прежде чем устанавливать печь, нужно, конечно же, проверить комплектность Все ли на месте Нет ли никаких повреждений С нашей печью было все в порядке Чугунная конфорка в комплекте Фигурный зуб-отбойник установлен на месте Также осматриваем комплектность всех элементов дымохода Подготавливаем все к монтажу В комплекте дымохода 3-метровых модуля сэндвич Также несколько хмутов Естественно, декоративные элементы И тройник сэндвич Прежде чем устанавливать печь на место Ее, конечно же, нужно подготовить к установке Прожечь Дополнительно была приобретена еще варочная панель Стеклокерамическая варочная панель Которую мы и устанавливаем с самого начала Прогревать будем осторожно Чтобы краска закрепилась И приняла свои окончательные свойства Печь прокаливается В течение полутора-двух часов В спокойном режиме Уже сейчас от пламени не оторвать взгляд Но и видно, что краска закрепляется Незадолго до нашего визита В кирпичной стене Эллинга Было выполнено отверстие Отверстие диаметром чуть больше Чем диаметр сэндвич дымохода Также была выбрана часть вагонки В том месте, где будет проходить дымоход И будет он смонтирован По внешней стороне здания Также подготавливаем основание Для установки печи Она будет установлена на подиуме Из керамической клитки Которая будет уложена на несколько листов фламы Вырезанный проем Закрывается минватой Рокул фаербатс Стыки заклеиваются фольгированным скотчем Далее будет уложен второй слой Таким образом, чтобы места стыков Не совпадали с предыдущим слоем Ну и естественно проделаем отверстие На подходе основания для будущего подиума Листы вырезаны в размер И сейчас будут зафиксированы К полу саморезами Обратите внимание, что лист фламы Предварительно зенкуют для того, чтобы Шляпка саморезов не торчала И не вскучивала его Лист крепится несколькими саморезами по периметру И в середине Основание подготовлено для нанесения клея Малярным скотчем защищаем поверхность От случайного попадания клея Ну а далее все просто Наносим клей и укладываем плитку Параллельно во дворе готовятся стеновые профили Для того, чтобы впоследствии закрепить к ним Стеновые панели ничиха Декоративные панели, которые будут очень симпатично смотреться в этом углу Стена под декоративными панелями тоже должна быть теплоизолирована Японские фиброцементные декоративные панели ничиха имеют несколько дизайнов Хозяину гаража приглянулся именно этот рисунок под белый кирпич Панели легко режутся в размер Крепятся панели к направляющим с помощью клеймеров Качество панелей просто безупречное Ну а вид шикарен Первый модуль дымохода уже выведен наружу Ну а тем временем Анатолий готовит свою версию ролика о печи Мангазея Все элементы дымохода, которые находятся внутри помещения Будут окрашены в черный цвет Некоторые имеют заводскую окраску А некоторые будут покрашены вручную нашими специалистами Весь дымоход, собранный на улице, будет опираться на монтажную площадку Установленную на опорах Для того, чтобы дымоход не отходил слишком далеко от стены Необходимо укоротить сэндвич Эту процедуру наши специалисты выполняют уже не в первый раз И, хоть и нарушается заводская конструкция, тем не менее сэндвич продолжает выполнять свою функцию Напомню, что сэндвич дымохода производства УМК заполняется вермикулитом Это природный материал, который обеспечивает как раз утепление внутренней стенки трубы Он не спекается, в отличие от минеральной ваты Но все равно минеральные элементы используются в этих дымоходах Пыш, который не дает высыпаться в вермикулиту, изготовлен из минерального мата Внешнюю трубу укоротили Пыш возвращаем на место И теперь, внимание Нужно будет укоротить внутреннюю часть сэндвича Элементы дымохода, изготовленные из зеркально-неживеющей стали, перед окрашиванием необходимо зашкурить Так краска будет держаться надежнее Небольшими слоями кремнеорганическая эмаль наносится на элементы дымохода Ответственный момент 100-килограммовая печь движется на второй этаж Монтаж декоративных панелей закончен И необходимо закрыть всю эту красоту наличниками То же самое делаем и с плиткой на полу По периметру наша площадка будет закрыта алюминиевым уголком В качестве затирки швов можно использовать термостойкую мастику Устанавливаем печь на предполагаемое место ее базирования Патрубок выхода дымохода у печи дополнительно промазываем герметиком И примеряем дымоход Подробно останавливаться на выводе дымохода мы конечно не будем Потому что вы это видели несколько раз в наших роликах Ну и смотрим на результат работы Монтаж печи «Мангазея» от компании «Дымоход» подошел к концу Она установлена на декоративный подиум Выполнена из плитки Стены зашиты декоративными панелями Выведен дымоход По внешней стороне здания идет 2,5 метра Этого достаточно для того, чтобы вывести дымоход выше крыши Дымоход венчает дефлектор Так как здесь довольно ветрено Причем в любое время года А нам нужна стабильная устойчивая тяга для правильной работы печи Печь очень мощная И сейчас уже идет очень интенсивное тепло от ее стенок Стенки толщиной 1 см Поэтому печь невероятно тяжелая Около 110 кг Ну и очень интересно наблюдать за игрой пламени Через такую элегантную дверцу Производитель явно делает ставку на эту печь И об этом говорит то, что изображение в магазине Помещено на свежий каталог 2021 года Посмотрим, как эта печь будет работать далее Через некоторое время мы постараемся снять небольшой видеообзор О том, как ведет себя эта печь в реальной работе Ну и сегодня с Анатолием мы движемся дальше Поэтому прощаемся с вами До новых встреч, друзья Счастливо!